Доброго времени суток, дорогие детишки! Хотелось сегодня записать, ну и выложить, соответственно, этот, как его, Evil Within, очередную часть. Видимо, придется подождать до завтра, потому что подоспела очень прохладная история от Ты Трубы, которая мой видос шатал по-всякому. И причем не один. Последнее время, как несложно догадаться, у меня какое-то количество подписчиков добавилось стремительно. Ну, не так много в общих, конечно, в глобальных, общемировых масштабах где-то 100 с чем-то подписчиков набежало где-то за месяц, наверное, последний. Что весьма прикольно, я могу сказать, конечно же. Но через это появились некоторые немедленно... Некоторый геморрой возник, который достаточно показательный в акцепте того, как в целом работает YouTube, а именно не очень хорошо местами. Потому что если у меня подобного рода проблемы, которые я изложу в дальнейшем, возникают, то что же происходит с каналами, у которых там тысячи миллионов подписчиков? Боюсь я даже представить. Так думаю, что те, у кого действительно там несколько миллионов подписчиков, они скорее всего просто нанимают уже на том этапе каких-то людей, которые занимаются не модерированием, а технической составляющей канала, общением со стаффом YouTube. Стафф я имею в виду не марихуана, а люди, которые там работают в YouTube и так далее. Но они суть важны. В общем, не далее, как недавно. Первый звоночек прозвенел, когда я выложил первую часть Outlast. Не успел я ее выложить, как немедленно, через час, по-моему, на нее сделали copyright claim. Я очень сильно удивился, но это не впервой. То есть обычно это почему происходит? Чаще всего это происходит из-за того, что в игре самой использована какая-то музыка разработчиками, которая в свою очередь закоперайчена права, на которую закреплены за кем-то другим, за сторонней компанией. Не обязательно компанией, а может быть какой-то исполнитель. Я сейчас примеры не приведу так, прямо из головы, но они были. Когда составляющая часть игры расценивается YouTube как отдельное произведение. Почему-то. Но это, понятное дело, косяк издателя игры, который авторские права не учел таким образом, что их можно рассматривать как отдельное произведение в отрыве от общей концепции, общей игры. Обычно как бы пофиг. К чему это все ведет, этот copyright claim? В общем-то ни к чему. По сути дела, все сводится к тому, что рекламу, будучи, если она появляется во время этого видосика, того или иного, рекламу, деньги за нее получает этот правоприемник, а держатель авторских прав того или иного произведения. Допустим, я играл в Dark Souls какой-то момент, в третий, и там у меня случился лютый былинный отказ на боссе последнем, когда я его пинал на стриме. И там я взял, включил металлику. Соответственно, это YouTube определил, что там металлика играет. Ну и после этого все деньги, которые я бы получал за этот стрим, гипотетически, они уходят тому, кто правообладатель песен этих самых металлики. Ну там какая-то компания, не суть важна. Но поскольку я за это денег не получаю, то в общем-то и пофиг. Для меня это ни на что не влияет абсолютно. Ну не монетизировано оно, ну и херстинг, какая разница, я и так ничего с этого не получаю. Ну что неудивительно, там надо несколько десятков тысяч подписчиков, чтобы начать нормальный, ну ненормальный, хоть какие-то деньги получать с этого. Поэтому мне это не грозит в ближайшем будущем. Вот. Ну и в этом случае, в случае с Outlast, я думал то же самое. Потому что сначала тебе просто приходит уендобление, допустим, на почту, что вот там то-то, то-то. Вот. Я такой, ну окей, ладно, захожу в YouTube, смотрю, блин, что за хрень там написано. А там какая-то гой-гой, что-то там компания какая-то, там гой-гой инк или там что-то, да. И что-то по-турецки написано. Я такой, о чем вы вообще? Включаю, ну видосик в том месте, где клейм устроили. А там ничего не происходит. Там идет заставка, типа с этим, с ихнувшимся, типа пациентом, который считает себя священником или кем там, да. Ну, кто смотрел первый эпизод Outlast, тот в курсе. Когда главного героя сталкивает этот кабан на первый этаж через окно вниз, да, и там потом священник что-то вещает. Вот. И вот с этого момента там на протяжении где-то минуты, наверное, или там, может, полминуты фрагмент считается как бы подпадающий под авторское право вот этой гой-гой, блин. Я такой, какого хера тут происходит? Тыркнул туда. Точнее, нашел по поиску через Google, по сути дела. Что это за гой-гой такой вообще? Оказалось, что существует какой-то турецкий канал игровой типа якобы тоже. И у них есть то же прохождение Outlast, которое там было выложено и хер знает, когда не обращал внимания, ей-богу, в какого числа или в каком даже году это было выложено. Но там сидят два каких-то лысых черта этих турецких. Ну и играют. Вот. Каким образом там копирайт-клейм случился, я понятия не имею. То есть, очевидно, а поскольку этот канал турецкий спонсируется вот этим самым гой-гоем, то все их видео, которые эти турки выложили, видимо, подпадают под авторские права. хотя казалось бы. Вот я сижу играю в Outlast и эти турки сидят играют в Outlast. Ни мне, ни туркам не принадлежит Outlast. Это просто легально разработчики разрешают нам этой самой игрой пользоваться таким образом. То есть, теоретически получая за это деньги. Теоретически. в случае с турками, наверное, они действительно что-то получают, но я-то нет. Но по факту любой человек, кто делает видосики на YouTube по играм каким-то, эти игры не принадлежат этому человеку. Даже физически купив диск или электронную версию, когда ты покупаешь игру, в общем, она тебе не принадлежит. Даже если у тебя диски есть на руках. Это все равно ты как бы покупаешь аренду, право аренды на эту игру. Она тебе ни хера не принадлежит. Такой вот мудацкий закон. В США, по крайней мере. Ну и в общем-то, по сути, дело везде. Точно так же фильм, например. Если ты делаешь обзор на фильм, и обзор этот самый ты делаешь с Blu-ray-версией. Вот у тебя есть на руках физическая копия Blu-ray с этим фильмом. Тем не менее, он тебе все равно не принадлежит. Ты как бы его в аренду купил. Ну, не купил, взял в аренду, условно говоря. Вот. И к чему это все? К тому, что это полный идиотизм, естественно. То есть, турки заклейнили меня на основании того, что у них есть прохождение этого же самого места. Что неудивительно, игра-то одна и та же. Ну, естественно, я немножко припух с такого пассажа, с того, как это классно все у вас организовано. Тут же написал, типа, Маляву, куда следует, сказал, какого хера вообще, какое, прямым текстом я пишу, какое имеет отношение какая-то левая турецкая контора к игре, блин, которая выпущена тем-то, издана тем-то, точнее, создана тем-то, издана тем-то. Ну, и немедленно, там, через полдня этот клейм, естественно, сняли, потому что он не имеет никакого отношения ни к чему вообще, да, то есть, ну, сняли, понятное дело, потому что там отправляется, когда в YouTube эта заява, Малява, ее получает тот, кто этот изначальный клейм написал, и там, куда-то в YouTube она уходит еще, то есть, две копии, по сути. Ну, и, понятное дело, турки увидели, сказали, херня какая-то, взяли, отменили сами, потому что, если это YouTube автоматически делает, то происходит гораздо больше время по продолжительности. Ну, хер с ним, на следующий день, ну, то есть, не на следующий день, в общем-то, где-то ночью там, пока я спал, отменили этот клейм, ну, и насрать, в общем-то. Не то, чтобы мне это было сильно важно, то есть, вообще не важно, поскольку, опять же, денег я за это не получаю. Но я просто люблю, когда у меня зеленые вот эти значки везде над моими видосиками, что типа все в порядке там, ну, нахер мне. То есть, если там Dead Space монтаж, я знаю, что я вот там музыку использовал, и поэтому там значок типа там желтый, да, что монетизировано кем-то другим. Ну, и хер с ним, да, то есть, я в курсе, по крайней мере, что это я сам так, ну, осознанно поступил, как бы, а когда вот такое, блин, смотришь на этот, как так-то, бля, происходит у вас. И, несмотря на то, что это ни на что не влияет в финансовом плане, и влиять вряд ли когда-то будет, ну, это просто как бы морально обидно. Что это за хрень вообще из серии, да? Вот. Ну, ладно. Это еще такой детский пример относительно. Ну, тут сижу, никого не трогаю, прихожу с работы, точнее, загружаю YouTube, смотрю, что там. А там пришло сообщение, типа, ваш видос был выпилен кебиням. Я такой, окей, what the fuck, какой? Оказывается, выпилили влог по Wonder Woman. Я такой, нормально вообще. А какая претензия спрашиваю, что за херня? Там написано, типа, вы не поверите, за розжиг. Ну, имеется в виду розжиг там, межнациональный, религиозный, там, на религиозной почве, там, и так далее, на всяких разных почвах. За розжиг, короче. Hate speech, так называемый. Я такой, немножко припух, сразу думаю, что за херня, блядь. С какого перепугу-то? Типа, включил влог свой, посмотрел, опять, два часа с небольшим, прошу заметить, да? То есть, не нашел там ровным счетом ничего, вызывающего розжиг. Ну, кроме розжига, ненависти, к самому фильму от лично меня, да? То есть, типа, я такой, окей, а в чем? Давай писать, типа, маляву. И тут мы подкрадываемся к двум аспектам кривизны Ютуба в этом моменте. Обратку можно написать только один раз. Причем, обосновать претензию, типа, ты должен где-то в 100 символах, может быть, 140, как в Твиттере. То есть, одним, по сути, предложением, может, двумя. И после этого, если, типа, не прокатило, то ты не можешь еще раз перепадать свою заявку или в каком-то более развернутом виде. Возможно, если, если ты там спонсируешься кем-то, у тебя есть менеджер, да? И через него можно решать эти проблемы. То есть, он уже связывается с кем-то из менеджеров Ютуба, там, в Скайпе или по имейлу, как они там это делают, неизвестно, да? Ну, типа, у каждого, наверное, своя система. Ну, мне это все неизвестно туда подлинно, поскольку, ну, меня, понятное дело, никто не спонсирует и спонсировать не будет никогда. Вот. Ну, и не то, чтобы я к этому стремился, ну, и хер с ним, да? Но факт того, что написать одним-двумя предложениями и уместить в них возгласы из серии «Что за нахер? Какого хера здесь происходит? Ай, говна вы не поели ли? И типа, what the fuck вообще? Да? Ну, довольно сложно. Вот. То есть, почему нельзя развернуто, во-первых, запросить, ну, сделать запрос, что это вообще было, да? Во-вторых, когда подобного рода, ну, у меня их не было раньше, а это еще, кроме всего прочего, кроме того, что видосик удалили, это случился, как они называются, страйк, страйк, да, если типа у тебя три страйка одинаковых на одну и ту же тему, допустим, три страйка на хейт-спич там, или еще какая-нибудь хрень, или там за пропаганду наркотиков, допустим, вроде такой там тоже есть пункт, вот если у тебя три страйка на одну и ту же тематику, тогда твой аккаунт могут и скорее всего забанят кебиням, ну, и ты потом, конечно же, будешь пытаться его, если ты с него получал деньги, ну, или вообще, наверное, ты будешь пытаться его себе восстановить, если ты считаешь, что ты не при делах, да, ну, я бы, например, понятное дело, стал, потому что, о чем вы, какой нахер розжиг, ну, в данном случае, вот, ну, в этом самом страйке там не указано, например, время, то есть, ну, если вы хотите мне сказать, что у меня где-то розжиг там, допустим, идет, ну, вот как в данном случае, то хотя бы покажите, в каком месте, да, то есть, там этого нету, если с копирайтом все проще, там вот показано, конкретно посекундно, откуда и докуда у тебя, там, чужие авторские права затронуты, да, то здесь ничего, то есть, ну, ладно, если твой видосик там 15 минут, там 10 минут, 5 минут, я еще понимаю, но здесь 2 часа, мне пришлось потратить опять, смотря свой же влог, третий, блять, раз, третий раз, сука, то есть, я свои влоги всегда смотрю дважды, вне зависимости от их длины, первый раз после того, как записал, ну, чтобы посмотреть, согласен ли я сам с тем, что я только что наговорил, потому что бывает иногда, что мне не понравилось, тот или иной оборот речи там, или еще что-то, или что-то, там, я вспомнил такое, что неплохо было бы добавить, и так далее, и тому подобное, то есть, бывает, бывает случай, когда там по 3-4 раза один тот же влог записываю, вот, то есть, я смотрю после записи его немедленно сразу, то есть, мало того, что я его сейчас наговорил 2 часа, потом я его еще посмотрел 2 часа, потом я залил на YouTube, и посмотрел еще 2 часа, поскольку мне надо свериться, проверить, так сказать, все ли в порядке с самим видосиком, нет ли где провисаний там, потому что неоднократно уже было, когда они там, вдруг херак, как-то не так залилось, там, и где-то замораживается видео посредине, там, этих двух часов, или еще какие-то фрагменты упущены, или со звуком какая-нибудь херня, или еще-нибудь еще вот такое, то есть, мне надо это все проверить, то есть, я, конечно, могу выложить и насрать, типа, там, кофе, как он туда упал, так и упал, да, в общем, неважно, можно было бы заметить, но я стараюсь, чтобы было хотя бы как-то адекватно это все, да, поэтому, смотрю еще раз, ну, в данном случае, опять же, это было 2 часа, там, не 40 минут, не 50, а 2 часа еще, блин, то есть, вот 6 часов моего времени уже просто ушло в никуда, из-за того, что вот этот непонятный на пустом месте страйк случился, и вот, я такой, окей, классно вообще, пацаны, да, и возникает один неловкий вопрос немедленно, почему это вот так вот все устроено, то есть, оно просто случилось, и меня поставили перед фактом, да, то есть, сейчас уже на текущий момент видео вернули взад, а на нем, я спешу напомнить, 40 тысяч просмотров уже, что для меня, ну, то есть, как бы 40 тысяч просмотров на дороге не валяются, даже с учетом того, что я за это не получаю денег, просто потому, что это приводит к возрастанию числа подписчиков, если увидел достаточно большое количество просмотров, пускай и много дислайков, там, 205, по-моему, на текущий момент, ну, это понятно, от кого, это типа от тех людей, которые, там, 95 процентов, я гарантирую, это, этих самых дислайков, это от тех, кто пришел в надежде увидеть там целиком художественный фильм, выложенный, ну, что, естественно, ахинея, поскольку он слишком новый, я понимаю, когда там старье всякое выкладывают на ютубе, они есть, да, там, несколько летней давности фильмы есть на ютубе, действительно, ну, то есть, это ни от кого не скрывается, это ни для кого не секрет, вот, ну, видимо, там, возможно, там авторские права так разрешают делать, и поэтому эти видосики не удаляют, вот, некоторые еще более старые фильмы, там, авторские права вообще никак уже не учитываются, и поэтому за них отчисления не получает никто, или, допустим, эти отчисления уходят куда-то там на благотворение, в какой-то фонд, да, ну, там разные варианты есть, не суть важная, сейчас это не имеет значения, вот, ну, а вот большинство, большая часть из этих дислайков, от тех людей, которые всерьез ожидают увидеть там, через короткое время после премьеры уже выложенный фильм, ну, это ахинея, естественно, но, тем не менее, эти люди считают своим долгом поставить дислайк, не подозревая о том, что это ни на что не влияет абсолютно, то есть, несмотря на то, что на большинство моих влогов последних, поскольку они достаточно, ну, с точки зрения идиотов, спорные, будем называть это так, да, поскольку идиотам не нравится, что их, безусловно, прекрасное мнение кто-то может не поддерживать, ну, и свою неподдержку они выражают этими мудацкими дислайками, да, вместо того, чтобы прийти и написать цивилизованный коммент, типа, ну, там, вот ты там не прав, или тут не прав, или его, а вот здесь я не согласен, я считаю вот так, ну, провести нормальную дискуссию, потому что я никогда не против, да, вот, но почему-то никто этого ни разу еще не сделал, кроме тех моих подписчиков, кто внесены в список одобряемых комментов, да, потому что, ну, если кто не заметил еще, я включил премодерацию в определенный момент, ну, чтобы вот эти все комменты, типа, ты там, хер очкастый, что-то тут несешь из серии, чтобы вот это всего, ну, сразу выпиливалось, кедрень и фене, да, вот, но когда я вижу адекватный коммент, хотя бы один, я этого человека, ну, я, во-первых, этот коммент пропускаю, естественно, независимо от того, какой у него контекст, негативный там или позитивный, мне это не важно, главное, чтобы адекватность была, да, ну, а, соответственно, этого человека добавляю в список белый, в белый список, да, вот, ну, соответственно, какой-либо разумной вообще критики моих влогов не было, от слова совсем, от вот этих левых людей, которые дислайки ставят, ну, они считают своим долгом высраться просто, да, типа, поставить этот дислайк, опять же, вернусь к тому, что не понимая, что это ни на что не влияет, то есть, все это ведет к тому, что этот видео еще больше раз посмотрят, чем больше дислайков, тем больше раз оно всплывет в рекомендуемых, как это ни парадоксально, поэтому, по наставе, такое дикое количество дислайков, они только ведут к тому, что у меня появляется больше подписчиков, что мотивирует меня делать больше влогов, естественно, ну, идиотам это все невдомек, поэтому они вот так вот делают, ну, ладно, хрен бы с ним, вот, и поэтому видео с 40 тысячами просмотров, при моих 500 там подписчиков на текущий момент, да, это, в общем-то, довольно весомый вклад в развитие канала, так сказать, вот, несмотря на то, что я вот пересмотрел сейчас этот влог в Underwoman, честно говоря, вот на третий раз он мне уже как-то так, не очень, у меня есть гораздо более интересные влоги, прямо скажем, вот, там слишком сумбурно все, даже мне не особо понравилось, ну, хрен с ним, я уже, конечно, не буду его переписывать, зачем, ну, как сказал, так сказал, тем более, что мысли-то, в общем-то, верные, просто выразить их можно было лучше в разы, ну, как, в общем, и в любом, наверное, случае в моем, вот, не суть важна, и поэтому мне глубоко обидно, когда вот подобные пассажи случаются, не то, чтобы я это не мог пережить, да, но просто вот мне хочется, чтобы это оставалось там, где оно было выложено, и нефиг, особенно на таких идиотских предпосылках, да, но что меня больше всего возмутило как бы в этом, это то, что вот меня поставили предфактом, вместо того, чтобы сначала прислать уведомление, вот, обратите внимание, здесь у тебя, возможно, есть розжиг, и там у тебя есть 7 дней, чтобы подать апелляцию, допустим, потому что в итоге тебе и дают 7 дней, чтобы подать апелляцию, да, но вместо того, чтобы сделать это превентивно, они делают постфактум, как бы, да, и получается, что вместо того, чтобы, повторюсь, написать, вот у тебя здесь, может быть там что-то, что не соответствует нашим правилам, ознакомься, типа, если ты считаешь, что это все фигня, то вот, давай рассмотрим твою заявку, желательно, чтобы ее можно было подать развернутую, а не в 100 знаках, блин, ну, это тоже как бы бесит, откровенно говоря, вот, и все, все были бы довольны, то есть, я бы посмотрел, сказал, ага, то есть, ну, и плюс желательно время указывать, типа, я бы сказал, ну, возможно там, или категорически нет, ну, что-нибудь там, в зависимости от ситуации. То есть, а вместо этого сразу выпиливают, сразу лепят страйк, ну, как в этом случае. А страйк даже один ведет к тому, что у меня, например, выключают нафиг стримчанские, то есть, просто я не могу их стримить. А страйк висит там какое-то время, вот, мне его 8 октября назначили, а expiry date у него, типа, ну, когда он исчезает, как штрафные пункты для права, например, автомобильных, водительских, на водительском удостоверении, он бы исчез, этот страйк, 7 января. И то есть, типа, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ну, там, начало января, сиди без стримчанских. Ну, понятное дело, что я бы тогда пошел на Twitch стримить. Ну, и, собственно, возникает несколько неловких вопросов. Повторюсь, первое, это почему вот постфактум меня ставит перед вот этим всем, почему 100 знаков только, какого хрена я должен оправдывать себя в таком маленьком количестве символов, ну, что это такое. Плюс, почему не поставлено время, блин, и какого хрена мне сразу же стрим-то отрубает, какая связь-то между этим, блин. Ну, если вы отрубаете стрим, тогда тем более непонятно, почему постфактум. Предупредите хотя бы, ну, что это такое. А если это не особо мне мешает, в принципе, да, в итоге, ну, буду я на Twitch стримить, и что, казалось бы, да, скажет кто-то. А с другой стороны, это сразу же немедленно, если человек вот владеет каким-то YouTube каналом, ну, как владеет, вот зарегистрирован на него YouTube канал, где он какие-то видосики пилит, и у него там много-много подписчиков, там, несколько сот тысяч, там, или может быть даже несколько миллионов, ему херак такой страйк. А он стримит регулярно, да, на YouTube. Ну, что он сделает? Естественно, на Twitch пойдет. То есть, вы потеряли сразу рекламу, блин, всю, которую он, которую вы тискали в его роликах, в его стримах, да, то есть, потому что там блоками идет эта реклама в стримах. То есть, YouTube потерял вот одного-то вот такого человека, который ушел на Twitch немедленно, и, возможно, не вернулся, перетянув туда всю свою аудиторию, ну, или большую ее часть, предположим. А если таких человек не один, а несколько, несколько десятков, несколько сот, несколько тысяч, по-моему, вы сами себе в колени стреляете, в коленные чашечки, так сказать, ну, вот с помощью такой идиотской системы, почему она так работает, вот, что меня больше удивляет. Повторюсь, как бы, поскольку я с этого ничего не зарабатываю, мне пофиг на эти страйки, мне пофиг там, то есть, если мне полностью выпилят канал, я, конечно, огорчусь, блин, но в моем случае это освободит мне херово кучу времени и херово кучу денег, потому что все эти игры мне приходится покупать, когда, ну, в ситуации, в отсутствии YouTube, я бы большую часть из них вообще даже не притронулся бы, да, то есть, если экономил бы хреново кучу евро на этом, да, то есть, ну, в моем случае только плюсы, если вдруг канал закрою, ну, на основании вот таких дурацких клеймов, да, вот, ну, а если человек реально, ну, вот это его единственный заработок, вот представьте, вот сидит какой-то, панцерзадротан, блин, и просто пилит видосики, у него много подписчиков, и он с этого живет, вот он там получает свои там 800 тысяч, там, или хер знает сколько евро в месяц, да, и вот у него это работа для него, да, вот тут он 8 часов в день впахивает конкретно, да, то есть, кому-то кажется, что, типа, ты сидишь перед компом, играешь в игрульки, например, без затеи, да, ну, вот как на работу, как в офисе, только ты сидишь не в офисе, а дома, блин, но тем не менее, вот это время ты должен потратить, ну, попробуй просто, а потом расскажи мне, как это замечательно сидеть, играть, ну, не мне даже, а вот этим людям, которые с этого зарабатывают, да, как это замечательно сидеть, играть перед компьютером, получать еще за это деньги, казалось бы, ничего не делая, ну, да, конечно, вот, то есть, и представьте, вот у такого человека выпиливают канал, выпиливают стримы, блин, ну, как бы, что это такое, блин, и его точно так, я уверен, что его точно так же постфактум поставят просто, перед фактом, пардон за масло масляное, да, и типа, и что, и все, ему надо решать проблемы, и если эта проблема не так быстро решаемая, как у меня это было, то типа, что, месяц, два, три должен сидеть, вот, с выключенными возможностями, теряя бабки, теряя трехмесячный заработок, условно говоря, ну, по-моему, эта система не очень хорошая, об этом тысячу раз говорили, гораздо более серьезные каналы, чем я, да, типа, все это на поверхности, все это известно любому, фактически, ну, держателю YouTube канала, более-менее развитого, просто, в моем случае, когда настолько маленький канал, и он чаще всего, ну, никому не интересно там с ним разбираться, что там, кто там, какие 500 подписчиков, похер, да, из серии, ну, мы с этого за рекламу там ничего не имеем, поэтому, вообще насрать, тем более, что-то там не по-английски разговаривать, нафиг надо, вот, но, а те, которые, у которых много подписчиков, это сразу всплывает, вот просто сразу, и в гораздо больших объемах, масштабах, чем у меня, по-моему, это ахинея, что вот так вот выставлено все это, у них так и работает, да, типа, я не знаю, это бот там скосячил или что, потому что у меня сейчас этот клейм уже сняли, ну, вот, я написал им импиляцию с вопросом, какого, собственно, это всего лишь обзор на фильм, в котором есть ненависть только к самому фильму, а не, ну, не по отношению к каким группам или отдельным личностям, да, то есть, типа, ну, вы о чем вообще, да, то есть, типа, ну, не понравился мне фильм, ну, да, резко, я резкие выражения в его сторону использовал, ну, типа, я никакого розжига там, естественно, не было, и надо сильно постараться, чтобы в любом из моих влогов найти хоть какой-то розжиг, потому что его там просто нет, без затей, и так будет и в дальнейшем, да, то есть, ну, так что вот так, ну, просто какая-то странная идиотская ситуация, в итоге, правда, сняв этот страйк, то есть, стримчанские меня опять включили, сняв этот страйк, поставили ограничение по возрасту на это видео, ну, видимо, из-за того, что матерок там и так далее, ну, ладно, хрен с ним, ну, бывает, ну, 18+, теперь его могут смотреть, ну, какая неприятность, блин, ну, монетизации на нем нет, вуптиду, блин, какая разница, я с этого и так ничего не зарабатывал, блин, то есть, у меня там набежало за все эти годы, когда я на ютубе, там, 30, 30, по-моему, долларов, с рекламы, я их даже вывести оттуда не могу, потому что минимальный платеж, который можно вывести с ютуба, это 70 долларов, ну, через два года я накоплю эти 70 долларов, может быть, охренеть, а куплю себе одну игру, блин, какую-то, блин, вот это поворот, блин, в общем, я решительно был удивлен таким, просто вот тем, как у них это устроено, банально, и повторюсь, если на меня это никак, в общем-то, не влияет, ну, за исключением гипотетического выпиливания канала полностью, тогда это на меня повлияет, только в положительном ключе, ну, и, возможно, кто-то из подписчиков расстроится, что я перестану что-то вещать, а вот реально, те, кто этим гораздо более серьезно занят, ну, и особенно для тех, кто, для тех, и для кого это является единственным источником дохода, ну, у меня это серьезно удивило, вот такое отношение, прямо скажем, построение своего бизнеса, потому что в первую очередь бизнес, это все деньги варят, в первую очередь YouTube, потому что большую часть отчисления с рекламы получают YouTube, на создателя контента там уходит, я сейчас точные цифры не скажу, конечно, но там уходит, типа из серии, по-моему, 30% только от рекламы уходит, уходит держателю канала, а все остальное в YouTube уходит, там в зависимости от того, в какой партнерской программе ты находишься, вот, то есть, если какой-нибудь PewDiePie, может быть, получает больше, чем 30%, то в большинстве других случаев, есть, например, ну, 30% с потолка взята цифра, естественно, я сейчас не помню просто, мне YouTube ее озвучил, эту цифру, я просто уже так давно был, хер знает, вот, так что вот так, ну, главное, просто скоро выходит Destiny 2, на ПК, он на консолях есть давно, я хотел ее купить для себя и играть в нее, и, в общем-то, хотел ее постримить несколько раз, ну, может, пару раз, в зависимости от того, что я-то в любом случае буду играть, пока не надоест, может, я быстро надоест, может, нет, не знаю, но вот я хотел поиграть в Destiny, но не хотел при этом оплачивать подписку, там, на Xbox, там, вот это все, блин, плюс Xbox, чтобы записывать не нужна карточка эта мудатская, блин, а тут такой подгон классный, что наконец-то Destiny на ПК выпустили, выпустят, точнее, пускай и вторую часть, но, по сути, это та же самая первая Destiny, которая ничем не отличается, в общем-то, там, немножко фич добавили, какие-то классы запилили, новые способности, новые там еще что-то, ну, рейды, новые миссии, а, по сути, в ядре своем игра никак не изменилась, то же самое, но вот я хотел ее стримить, а мне неудобно, например, бежать на Twitch, делать там уведомления на YouTube отдельное, да, там, писать какой-то полутораминутный ролик, что, типа, обратите внимание, в это время там, там-то, там-то я буду стримить Destiny, ну, это гемор, блин, вот, поэтому я предпочитаю, чтобы все было в одном, в одном месте, несмотря на то, что Twitch-евские стримы, в общем-то, гораздо более удобны именно для стриминга, чем ютубовские, во многих аспектах, реально во многих аспектах, ну, вот, ну, я люблю, что не надо было распыляться на два сайта, и когда вот такая херня происходит, причем, которую нельзя решить моментально, да, то есть, а еще лучше превентивно, ну, это вызывает только легкую фрустрацию, ну, какого хрена из серии, да, вот, ну, сейчас-то уже все нормально, но, просто сам подход меня просто возбудил, откровенно говоря, поэтому, дело такое, пойду, ладно, запишу все-таки его, чтобы завтра его выложить, а то хер его знает, меня записывать завтра времени не будет, так что ждите, ждите ответного гудка, как там, воруй, убивай, еби гусей, жди ответного гудка, надеюсь, это за рожек не примут, а то хер его знает, что там от них теперь можно ожидать, а соответственно, сегодня все, шейте лайк эти видео, оставляйте ваш шидбэк, наши книги, для жалоба предложения, на сексе для комментов внизу, подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч в эфире, граждане!